Приветствую всех, дорогие друзья! С вами Ромулус, мы подошли к четвертой миссии военной кампании Король умер. Мы бежали. В тот день погибло столько народу, что я сбился со счета. В конце концов мы нашли деревушку и ее жители помогли нам. Мы узнали, что король погиб, убит воинами шакала в собственном замке. Я как мог утешил леди Катерину. Было ясно, что ее нужно защитить, ведь она наследница трона и наша единственная надежда на мир. Но отдыхать было некогда. Местные крестьяне нуждались в помощи. Что ж, местные крестьяне нуждаются в помощи. Придем же на помощь этим несчастным. Я думаю, путем минимальных скоростей мы сумеем достичь большого успеха. Так, что нам нужно? В первую очередь нам нужна еда, как можно больше еды. И уж после все остальное. Конечно, с пустым желудком воевать не особо-то и захочется. Так, поставим здесь, наверное, парочку лесопилок. Давайте, наверное, эти воины у нас пойдут на юг, а наш полководец пойдет на север. Смотря куда в первую очередь ударит противник, в ту очередь мы направим все наши силы. Ладно, я рассчитываю на всех наших людей. В первую очередь нам требуется дерево. С едой можно немножечко повременить. Так, ай-яй-яй. Вообще экономическое положение у нас просто-таки идеальное. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, надо как-то собрать силы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Какой чудесный... Гады! Лишают нас всего, что только можно. Так, ну пусть попробует. Мой лорд перерубит их лучников. Так, с этого момента будет он защищать эти земли. Так, пусть даже и туго, но мы все-таки защитим. Наши территории. Держаться вместе! Так, отлично. Что ж, мы выдержали первое испытание. Я думаю, стоит это отметить. Поставим казарму. Что ж, шесть человек у нас появилось. Да, немного мы опоздали. Но все же шанс на победу у нас всегда сохраняется. Вроде бы оружие здесь также нельзя покупать. Если я не ошибаюсь. Так, давайте посмотрим. А нет, можно купить. Так, ну что ж, я воспользуюсь этим случаем. А, у нас арсенала нет. Ну, может и к счастью. Сперва я построю еще одно здание. После уже до арсенала дойдем. Главное пережить этот момент наступлений. Я готов, сэр. А золото у нас выше крыши. Так, пусть еще один работник собирает лес. Неплохой сегодня денек, милаш. Ах, отлично. Ну что ж, немножко дерево остается дособирать. Две трети необходимого количества у нас есть. Единственное, что меня беспокоит, это противник, который может в любой момент напасть и отобрать у нас инициативу. Новый приказ? Ополчение на стены! Так, замечательно. Здесь 9 бойцов, здесь лорд. Все в лучших традициях средневекового замка. Итак, прекрасно. Три лесопилки нас обеспечат. Наверное, худо-бедно, но я перейду к строительству. Арсеналом. Так, давайте вот так его разместим. Так, поскольку деньга у нас есть, начнем производить. Копи... Ай-яй-яй-яй-яй! Так, нехорошо. Как это нашего лорда прошли так легко. Ополчение готово к бою. Так, ну... Крайне у нас нужда есть в постройке новых юнитов. Так... Что же, что же? Надо хотя бы 5 таких мастерских поставить, дабы у нас бесконечное производство юнитов началось. Так, для этого я, наверное, построю еще какие-нибудь... ...продовольственные здания. Так, что же, нам не хватает уже просто-напросто жилья для наших работников. Так, плюс 10. Замечательно. Так, и еще одна мастерская. Небольшой бонус в нашу копилочку. Так, я думаю, можно еще лесопилку добавить. Ну ладно, повременим с лесопилкой. Можно, конечно, добавить, но нежелательно. Сейчас тратить последние деньги на это. Так, 4 доведем до 5. Так, давайте пока оружие. Хотя нет, не буду покупать оружие принципиально. Пусть производится у нас. Ну все, надеюсь, теперь мы обеспечены необходимыми припасами. И противник не сможет легко пройти мимо наших позиций. Так, чего нам еще не хватает? Наверное, продовольствия маловато у нас. Так, расцениваем новых граждан как потенциальных налогоплательщиков. Наших благодетелей. Так, противник подходит. Иго. Вот уж худо-бедно мы победили противника. Так, отбили еще одно нападение. Так, что у нас по дереву? Здесь, кстати, изобилие. Ну все, пришла пра собирать юнитов. Можно, конечно, мясо еще достроить нашим, собрать им. Пусть производит. В любом случае, нельзя уже спускать противника. Ибо он нас будет дальше атаковать и беспокоить всеми возможными способами. Ну ладно, давайте добавим. Хотя сфиноферма дорого стоит. Ну ладно, в процессе, может быть, добавлю. Нет, все-таки сейчас. Не хватает крестьян, милор, сэр. Готов и жду приказа. Ополчение на стены! Да, сэр! Ополчение на стены! Итак, мы практически готовы. Готов и жду приказа. Здесь у нас 7 копейщиков. Так, производство мяса должно быть как можно больше. Слишком мало еды! Мы не навидаемся! Так, ну что ж. Ответ на мольбы наших крестьян будет увеличение производства еды. И увеличение его потребления. Люди неплохо к вам относятся, господин. Так, последний, наверное. Ферма. Все, я думаю, экономика наша фактически жизнеспособна. Теперь будем заниматься строительством армии. Пусть быстрее идет время. Не хватает рекрутов, милор. Не хватает крестьян, милор. Смирно! Где-то в районе хотя бы 30 человек нужно иметь. Держать строй! Смирно! Колонну по одному! Не хватает рекрутов, милор. Так, что у нас тут за зданиями? Можно добавить их производство. Не хватает рекрутов, милор. Приказы? Не хватает рекрутов, милор. Мы даже можем перехватить первое. Ух ты, ё-моё! А противник у нас, однако, зверил. Новый приказ? Уходим! Конечно, сэр! Немедленно, сэр! Так, точно, сэр! Держать строй! Так, отлично! Так, сняли ближайших противников. Да, жаль, мы потеряли большую часть наших юнитов. Конечно, сэр! Вы уверены, сэр! Вы не знаем, как вы работаете. Ха-ха-ха-ха! Сэр, сэр! Господи, помилуй! Войско наше просто-таки растаяло на глазах. Ладно, как бы там ни было, новое соберём. Освободим людей от налогов. Не хватает рекрутов, милор. Да, сэр! Новый приказ? Так, раз в 13 секунд появляются новые люди. Не хватает крестьян, милор. Милор, ополчение готово к бою. Не хватает рекрутов, милор. Готов и жду приказа. Можно было поснимать, конечно, ближайших крестьян, но в два раза нужно собрать больше армии. Не хватает рекрутов, милор. В районе 40 бойцов. Так, что у нас с оружием? Оружие выше крыши. Так, с едой на логичной ситуации. У нас полное изобилие. Это приятно. Не хватает крестьян, милор. Ополчение готово к бою. Не хватает рекрутов, милор. Готов и жду приказа. Так, ну ладно, пусть 26 для начала будет. Пойдем на врага. Интересная тактика. Я такого еще не видел. Так, ну что ж, с ближайших стен мы снимаем противника. Так, славно-славно. Ну что ж, один из наших отрядов здесь будет дожидаться противника. Создаем второй. Так, ну что ж, опять у нас 26 человек получается. Ладно. Не хватает крестьян, милор. Ополчение готово к бою. Готов и жду приказа. Сэр, слушаю, сэр. Уж никак не собираюсь сокращать наш натиск. Парни, прикончите их. Бей их. Ополченцы. Вперед. Конечно, сэр. Так, все, сняли ближайших врагов. Хотелось бы набрать как можно больше армию, дабы уже наверняка завоевать. У противника тут еще есть какие-то силы, может нас подбить. Так, ну все, я думаю, этого хватит. Плюс дополнительные наши силы с юга. Все. Как только армия соберется, двинем противника. И завладеем этим замком. Так сказать, месть за короля по сюжету нашей кампании. Так, братцы, чего не подходить. Уходим. Оп, я наперевес. Ополчение готово к бою. Так, самая сильная армия. Армия, которая вдвое наше население превосходит. Ополченцы, вперед. Клопья наперевес. Замкнуть строй. Ополченцы, вперед. Иду, сэр. Держать строй. Так, что ж, отлично. Медленно, сэр. Да, сэр. Так, все, противник наш. Какой чудесный день, милон. Вот и все. Ну что ж, друзья. Благодарю всех за внимание. С вами был Румлус. Победа была легкой. До скорого.